Это выпуклый компакт в локально выпуклом хруст-дрохлом, как обычно, в векторном топологическом пространстве. Значит, так, это теорема Харина-Мильмана. Так, выпуклый компакт. И, значит, что я дальше хотел сказать. Тогда К – это замыкание выпуклой оболочки своих крайних точек. Кажется, в прошлый раз мы доказали, что крайние точки вообще существуют. Я напомню, как мы это доказывали. Мы говорили, что если С – это крайнее множество, в том смысле, что если С из С лежит на отрезке, знаете, я не буду писать форму, я картинками нарисую, то тогда Х и У тоже лежат в С. Ну, на отрезке с концами в К. То есть крайняя точка – это крайнее множество, состоящее из одной точки. Мы доказали такое наблюдение про крайнее множество, что, во-первых, пересечение крайних множеств – это крайнее множество. И потом то, что если С – крайнее множество, то в нем можно выделить крайнее подможество, как множество точек максимизации некоторого функционала. Если Ф из непрерывный функционал на Х, то тогда множество точек Х из С, таких, что Ф от Х максимально, ну, если посадство комплексное, то вещественная часть Ф от Х максимально, оно тоже крайнее. Верно. Так, ну, из этого мы вывели с помощью леммы Цорна, что существуют крайние точки. Ну, давайте рассмотрим замыкание их выпукой оболочки. Оно, ясное дело, содержится в К. Вот это я не знаю еще, потому что я хочу доказать. Ясное, что оно содержится, ну, потому что крайние точки содержатся в К, поскольку К выпукла оболочка тоже, поскольку она замыкает замыкание тоже. Ну, предположим, что оно не совпадает с К. Тогда существует Х с ноликом из К, а вот эту вещь я назову К с волной. Х с ноликом из К, Х с ноликом не лежит в К с волной. К с волной, поскольку она содержится в К и замкнута, это компакт. А и он выпуклый. Замыкание выпукло, множество выпуклое. Следовательно, если Х с ноликом там не лежит, Х с ноликом отделяется от К с волной некоторым функционалом. Существует функционал F с Х со звездочкой. Такое, что F от Х с ноликом больше, чем максимум пока с волной F. Вот это множество. Вот, конечно, в мерной ситуации вот это такое множество. Вот точка, вы ее отделили плоскостью. Ну, давайте тогда рассмотрим множество тех Х с К, для которых F от Х максимальная. Ну, поскольку функционал не перерывен, а это компакт. Ну, не перерывен, как остыть опоруги, в которой это компакт. Ну, получается, что он должен достигать своего максимума, то есть это множество не пустое. И оно не пересекается с К с волной, ну, потому что вот максимум на К с волной меньше, чем значение в какой-то точке. То есть максимальное значение еще больше. Вот где-то здесь вот достигаются. Ну, дальше из того, что мы в прошлый раз доказывали, мы доказывали, что в этом множестве есть крайняя точка. Мы доказывали, на самом деле, не только то, что крайние точки существуют, а то, что в любом крайнем множестве замкнутом, но это замкнутое множество, потому что прообраз точки под действием непрерывного отображения. В любом замкнутом крайнем множестве мы доказывали, что есть крайняя точка. Вот здесь вот получается, есть крайняя точка. И она не принадлежит КАС-волной. Ну, противоречие. Потому что крайние точки лежат КАС-волной. Так, ну, все, тема доказана. Так что получается, что любой выпукой компакт является замыканием выпуклой оболочки крайних точек. Все это по делу, и замыкание, и выпуклая оболочка. Ну, выпуклая оболочка по этому, что поделано, и замыкание тоже. Так. Хорошо. В конечномерном случае, кажется, замыкание не нужно, да? Если я правильно помню. Значит, если у вас здесь выпуклый компакт ВРН, то там каждая точка является выпукой оболочки крайних точек, выпукой комбинации крайних точек без замыкания. У нас в ревтере не добавлялось, что-то замыкание. Да, сейчас давайте подумаем, значит, как ВРН доказывают. А, то есть мы берем... Сейчас, значит, если там есть пределы, то какие-то вот такие должны быть. Сейчас. Ну, да, значит, там проблема, да, что если какие-то крайние точки стремятся к некрайней, сейчас, я что-то не очень понимаю. Во-первых, каждая точка является выпуклой комбинацией граничных точек, это ясно. Но для выпуклого компакта ВРН, да, она просто на отрезке лежит между граничными точками. Дальше для граничной точки я рассмотрю в ней касательную плорскость. Она здесь что-то высечет. И по индукционному предположению это будет выпуклой комбинацией крайних индукций по размерности. Крайних точек здесь. А крайняя точка здесь, она является крайней во всем. Нет? Так что мне кажется, что хватает просто крайних точек. Я не вижу ошибки в этом рассуждении. Вроде предел нигде не нужен, да. Так. Ну хорошо, давайте какие-нибудь получим следствия с темы Крайна Мильмана. Она часто применяется, потому что она, грубо говоря, сводит изучение выпуклых ножниц к изучению их крайних точек. А то, что точка крайняя, это много говорит о ней. Давайте докажем какую-нибудь теорему. Например, вам доказывали тему Строуна Вейерстрассе. Это оба проксима... Ну а о том, что алгебра непрерывных функций, плотна, вот это вот все. Ну как-то это было. Ну хорошо, да. Но вряд ли с помощью темы Крайна Мильмана. Давайте докажем тему немножко более общую, чем тема Строуна Вейерстрассе. С помощью темы Крайна Мильмана вы видите, что это совсем легко. Единственное, что там будет использована сложная теорема о том, как устроено сопряженное пространство к непрерывным функциям на компакте. Что она состоит из знакопеременных мер. Но давайте что-нибудь скажем. Значит, пусть К — это холст Дорфов компакт. Мы осматриваем пространство С от К. Это пространство, пускай комплексно-значенных непрерывных функций из К в С. Норма — это супремум или максимум. Так. Достигается. Так, ну хорошо. Пусть в нем выделены под алгебры. Под алгебры — это линейное предпространство, которое содержит вместе с любыми своими двумя элементами еще и их произведение. Как можно было предположить. Так. И предположим, что А обладает таким свойством интересным. Давайте так скажем. Вот пусть множество С... Сейчас я скажу немножко неинтуитивное определение. Пусть С в К будем называть множество антисимметрии для алгебры А. Если любая вещественная функция f из А постоянно на С. А у него есть ли это? Что? А у него есть ли это? Ну, вообще в этом определении нет, но дальше в Ти-Ме — да. Ну, то есть это определение можно формулировать для алгебры без единиц. Она вот постоянно только на С. Так. Ну, давайте, чтобы объяснить смысл этого определения, какой-нибудь типичный пример приведем. Пример. Ну, пусть, например, К — это единичный круг. Как его называют... Как вы любите назвать единичный круг? Ут? Д? Не знаю, как ее назвать. На комплексной плоскости единичный круг. Есть у вас любимое обозначение, которое у вас в комплексном анализе используется? Что? Д, да? Ну, хорошо, Д. Замкнутый, да, чтобы компакт был. А А — это алгебра аналитических функций, непрерывных вплоть до границы. Называется диск-алгебра. Алгебра аналитических функций в ДА, но аналитических внутри, непрерывных вплоть до границы. Ну, аналитических во внутренности ДА и непрерывных в ДА. Ну, вы, наверное, в курсе, что это алгебра. И даже, наверное, знаете, что она замкнута. То есть, что предел, равномерный предел аналитических функций, аналитическая функция. Так. Так, это диск-алгебра. Тогда какое вы можете предъявить множество антисимметрии? Ну, например, все Д будет множеством антисимметрии. Потому что если у вас аналитическая функция постоянно... Ну, если у вас аналитическая функция вещественная, то она постоянно. Если любая функция из алгебры... Вещественные значения. Вещественные, да. Которые принимают только вещественные значения, да, постоянно на S. Вот. Вот в этом случае множеством антисимметрии будет весь диск. Потому что любая вещественная аналитическая функция постоянно на диске. Так. Ну, хорошо. Множество антисимметрии, они обладают каким-то этикомножественным свойством? Ну, неверно, что если вы возьмете под множество множество антисимметрии, то оно снова будет множеством антисимметрии. Это не так. Но... То есть оно не замкнутое относительно ни над множеством, ни под множеством. Но верно следующее, что если S1, S2 множество антисимметрии, и они имеют непустое пересечение, то тогда их объединение тоже множество антисимметрии. Ну, это типа очевидно. Любая функция, которая вещественна на их объединении, вещественна на каждом из них, значит, постоянно на каждом из них, а раз они пересекаются, то это еще и одно и то же значение там принимается. Поэтому все разбивается на максимальное и по включению множество антисимметрии, которые суть класса эквивалентности такого отношения. Мы говорим, что P эквивалентна Q, если PQ принадлежат одному множеству антисимметрии. это две точки. Это тогда отношение эквивалентности, что следует из этого наблюдения, потому что вот оно прензитивно, потому что если есть для P и Q, есть для Q и R, то есть просто и для всех трех сразу их объединение. А тут F вещественное без E в определении Q на S. А, прошу прощения, вещественное на S, конечно. Извините. Да-да-да, вещественное на S, да. Спасибо. Так. Да, вот так. Хорошо. Ну и классы эквивалентности это будут множество антисимметрии. И они будут не пересекаться, ну как это, потому что классы эквивалентности. Вот такие получаются, такое получается разбиение. Так. Ну, хорошо. Теперь теорема про типа Стоуна-Вирш-Трасса. Я сфорулирую, потом объясню, почему следует тема Стоуна-Вирш-Трасса, потом докажу. Теорема такая. Пусть А в цель от К замкнутая. Замкнутая под алгебра. И пусть у вас есть функция G из С от К. Вы хотите дать какое-то условие, чтобы она лежала в А. по норме. Да. Ну, обычно это так. Мы берем какую-нибудь под алгебру и говорим, что вот рассматриваем ее замыкание. То есть функция, которую можно приблизить элементами этой алгебры, например, многочленами. Функция G из С от К должна обладать следующим условием. Для любого множества антисеметрия С сужения G на С должно быть сужением некоторой функции за на С. на служение F на С для какой-то F из А. Вот такое требование. Ну, оно, очевидно, необходимо, чтобы желе лежало в А. Ну, вот тогда G из А. Ну, давайте поймем, как отсюда следует тема Стоун и Вейерстрасса. Теорема Стоун и Вейерстрасса. Так, значит, как она следует? Ну, значит, что говорит Теорема Стоун и Вейерстрасса? Она говорит следующее. Пусть, значит, следствие давайте. Теорема Стоун и Вейерстрасса. Теорема Стоун и Вейерстрасса, А было замкнуто относительно взятия сопряжений. То есть, если F из А, то F с чертой из А. И, кроме того, А разделяло точки, да? Ну, для любых P и Q из К существовала функция F из А такая, что F от Q не равно F от P. Так, и еще, наверное, А содержала константы. Единица лежит в А. Вот такие условия, да? Ну, и А замкнутая. Тогда А это все С от К. Тогда А это все С от К. Так, и еще раз. Для любых точек... Что? Вот это? Так, если F из А, то F с чертой из А. Это комплексное сопряжение поточечное. Так. Значит, давайте поймем, что такое для этой алгебры будут множество антисеметрии. Я утверждаю, что это будут просто точки. Согласны? Для любых двух точек по ИКУ вы какую-то функцию найдете, такую, что F от Q не равно F от P. Но дальше вы с помощью вычитания линейной функции сделаете... Ну, не вычитания, а композиции линейной функции. Да, вот вы взяли эту функцию F, дальше рассмотрели функцию альфа F плюс бета. Ну, и вы можете подобрать коэффициенты альфа и бета, чтобы здесь было значение 0, а здесь 1, например. Правда? Ну, это система из двух уравнений, с двумя неизвестными, и благодаря этому условию она не вырождена. Поэтому такие альфа и бета вы подберете. Ну, теперь вот такую нашли функцию F, что в точке P 0, в точке Q 1. Тогда рассмотрим функцию F плюс F с чертой. Она здесь будет 0, здесь 2. Она будет вещественной уже и не постоянной на любом множестве, содержащем P Q. Правильно? F плюс F с чертой вещественная и не постоянная на множестве, содержащем P Q. Ну, все, из этого следует, что множество антисеметрии это только точки. Для точек тут нечего проверять, потому что константы все содержатся, и значение в точке поэтому может быть любое. Ну, тогда получается, любая функция G лежит вам, да? Ну, часто используется вещественная версия темы Стоун и Вейхстрасса. Там это условие не нужно, просто у нас алгебра стоит из вещественных функций. Ну, она не комплексная тогда, естественно, алгебра вещественная, да? И тогда тоже получается, что она замкнута. Значит, вещественная версия следует из комплексной, я так надеюсь, с помощью посредственной комплексификации. Ну, то есть, если вот у вас есть вещественная алгебра, разделяющая точки, то вы рассматриваете комплексную алгебру функции вида F плюс G, где FG из А. Ну, она будет удовлетворять вот этим всем условиям, поэтому она будет замкнута. Ну, поэтому вы любую... Да, да, ну, то, что она будет замкнута, это несложно понять, потому что предел таких функций, он должен быть по вещественной части пределом и помнимой, ну, и, соответственно, будет содержаться. Ну, и что? Она будет замкнутой, поэтому она будет совпадать со всей комплексной алгеброй. Но поскольку F это вещественная часть такой функции, то, раз эта функция какая угодно может быть, то и F может быть какой угодно. Вот, хорошо. Ну, или мы просто можем сказать, да, что раз это любая комплексная функция, то... например, функция просто F вещественная, она будет в этой новой алгебре лежать, значит, она и в старой лежала, потому что они так устроены. Вот. Хорошо. Так, так что вещественная версия следует из комплексной. Так, ну, хорошо, давайте эту тему доказывать. Так, ну, что нам надо доказать, то, что... А, вот такая функция же лежит ва, да? Ну, хорошо, предположим, что же не лежит ва, тогда же отделяется от А, поскольку А это замкнутое подпространство, уже отделяется от А некоторым функционалом. Функционал задается мерой комплексно-значной. Таким образом получается, что у нас есть мю мера на К, такое, что интеграл GD мю не равен нулю, ну, Боррелевская конечная комплексно-значная. Интеграл GD мю не равен нулю, а интеграл FD мю равен нулю для любой F из А. Так, это мы воспользовались темой Ханнабанаха. Так, ну, хорошо. Вот, рассмотрим такую меру, рассмотрим носитель этой меры E в K это носитель ну там мю или модуля мю. Так, это вот такое множество. мю, давайте вот о таких функциях мю, которые удовлетают этому условию. рассмотрим рассмотрим вот что такое. Рассмотрим множество тех мю, для которых выполняется это условие, то есть мю, как это лежит в аннуляторе, А называется, да, таких, что норма мю не больше единицы. я напомню, норма мю это полная вариация. Ну, давайте вот это мю, которое существует, поскольку здесь я рассматриваю все мю, то надо по-другому обозначить, пусть здесь будет мю с ноликом. Так, рассмотрим все мю из аннулятора А, норма не больше единицы, но это не пустое множество, содержит даже не только ноль, содержит мю с ноликом. Так, дальше я хочу сказать, то, что в пространстве это содержится в С от К со звездочкой, верно, и в пространстве С от К со звездочкой это слабый компакт, слабый снизу. В пространстве непрерывных функционалов на С от К наделено слабой снизу топологией, то есть топологией, в которой непрерывны все значения на все действия функционалов на функции. То есть для любой функции действие на эту функцию непрерывный функционал. Ну, хорошо, в общем, вы знаете, что такое слабый снизу топология. там я выпряжаю это компакт. Ну, почему? Вот если бы я не писал, что оно принадлежит аннулятору А, просто писал бы, что в норме не больше единицы, это был бы единичный шар в сопряженном пространстве, он слабый, снизу компакт по теме банных углу. Мы в этом слабом снизу компакте выделяем условия принадлежности аннулятора, то есть вот такое условие. для каждой F это условие выделяет замкнутое множество, потому что то, что написано слева, непрерывно по мю в точности по определению слабой снизу топологии. Ну, а про образ нуля по действиям непрерывного отображения замкнут. Пересечение замкнутых тоже замкнутые. поэтому это получается компакт. Во. Компакт. Кроме того, ясно, что этот компакт выпуклый, ну, потому что если вы рассмотрите отрезок между двумя такими мерами, ну, это пересечение короче шара, которые выпуклые, и вот этих множеств, которые тоже выпуклые. Как это выпуклый компакт? Ну, хорошо, а с этого выпуклый компакт, то можно применить к нему тему Крэна Мильмана. Давайте посмотрим, как может выглядеть у этого компакта крайняя точка. Это какая-то мера должна быть комплексно-значенная, да? Давайте его как-нибудь обозначим. Не знаю, P. Ну, крайняя точка P. мера. Так. Ну, давайте рассмотрим носитель меры ню. Как бы его назвать? вот там E было, да? Это я называл носителями с ноликом. слушайте, давайте снова давайте назову E-nü. Вот, E-nü это будет носитель меры nü. Так. Теперь предположим, что у вас есть какая-то функция из A, которая на множестве E-nü лежит между нулем и единицей. F из A F между нулем и единицей на, в частности вещественное, смотрите, на E-nü. Так. Тогда я сделаю следующее. Я смотрю такие меры. Значит, одну меру это будет с плотностью E в дню, а другая мера с плотностью 1 минус F в дню. Ну вот, давайте это я скажу сигма. Значит, D сигма это там F в дню, а это будет, допустим, D таву. То есть тогда получается, что ню это будет сигма плюс таву, да? Да. Ну да, хорошо. Значит, я так напишу, что это сигма модуль дайте так, норма сигма умножить на сигму делить на норму сигмы плюс норма тау умножить на тау делить на норму тау. Дальше я утверждаю, что это выпуклая комбинация, то есть что норма сигма плюс норма тау говно единицы. Ну, давайте это поймем. Значит, что такое норма сигма? Это полная вариация, да? Значит, полную вариацию можно так посчитать, это интеграл f d n по d модуль n это плотность меры n относительно ее полной вариации по d n правильно? Модуль вот здесь вот модуль верно? значит, вот смотрите, у меры д н есть такая плотность по модуль н здесь d модуль н конечно и полная вариация меры но она равняется модуль н ну, знаете, я напишу, что модуль ню от k равно единице а это d ню по d модуль ню это плотность и она принимает значение на единичной окружности да? Потому что мера комплексно-значной плотность комплекса значной меры относительно своей вариации она принадлежит единичной окружности так, это всем понятно, да? что еще раз? значит, так ну, плотность комплекса значной ну, короче вот это вот это вот в каждой точке это число там, да от x оно по модулю равно единице ну, например если у вас мера вещественная то когда вы рассматриваете ее вариацию то вот у вас есть там это разложение хана да, здесь там плюс здесь минус ну и плотность здесь будет плюс а здесь плюс один а здесь минус один если комплексно то плотность будет какой-то еще на единичной окружности так, понятно? хорошо ну я не знаю это не я вам рассказывал но, наверное, вы в курсе про это все про разложение мер там, про вариацию да, вот хорошо ну, таким образом это получается просто интеграл f d модуль ню потому что f от нуля до единицы f неотрицательно поэтому это интеграл f d модуль ню а здесь аналогично будет интеграл один минус f d модуль ню и в сумме они дадут один во так, это вот я описал норма сигмы да а это норма tau очень хорошо так ну, отлично таким образом получается, что это выпуклая комбинация суммы коэффициентов один вот таких вот мер сигмы на норму сигмы и тау на норму тау дальше я утверждаю, что эти меры сигма и тау ну, если их на положительные числа делить тоже они тоже лежат в аперпендикулярном ну, в анулятые а сигма и тау лежат в анулятые а но это просто следует из того, что а алгебра если вы рассмотрите любую функцию фи из а то интеграл фи д сигма это будет интеграл фи на ф д ню вот, потому что сигма это вот это это вот это какая-то стандартная формула для пересчета интегралов по мере имеющей плотность наверное, она у вас тоже была может, у нее не могу не быть ну, а это штука из а поэтому это ноль вот здесь я пользуюсь тем, что фи что а алгебра да ну, отлично таким образом получается, что мы представили ню в виде линейной комбинации двух таких выпуклой комбинации двух мер которые тоже лежат в п да, потому что раз эти лежат в а перпендикулярном то когда мы их нормируем они будут лежать в п да, я что-то забыл сказать что модуль ню от к равно единице потому что если бы ну, те у которых норма сколько меньше единицы они явно не крайние точки просто потому что их раздуть можно так что да давайте напишем что модуль ню от к равняется именно единице потому что иначе это не крайняя точка уф хорошо так ну а раз это крайняя точка и мы таким образом представили то получается что эти обе меры они должны просто быть совпадать с ню правильно вот так эти меры должны совпадать с ню откуда следует то что f константа а потому что это крайняя точка мы не можем ее представить как комбинацию других элементов в этом смысл всего что я делаю так получается что сигма равняется норма сигма на ню а тау равняется норма тау на ню ну из этого следует что f константа на ню согласны ну как это следует ну ну они как бы константа почти всюду ну просто потому что плотность д сигма по дню определена почти всюду относительно ну с точностью это почти всюду относительно вариации ню ну а поскольку это носитель то значит констант а функция непрерывная значит константа на нем значит вы поймите это что если у вас есть непрерывная функция которая константа почти всюду на носительные меры, то она просто постоянно на нем. Это из непрерывности следует. Так, хорошо. Так. Ага. Итак, что же мы в итоге поняли? Мы поняли, что любая функция, которая принимает значение от нуля до единицы на еню, постоянно на еню. Любая функция из а. Наверное, из этого следует то, что еню — это множество асимметрии алгебры А. Асимметрии алгебры А. Ну, там множество асимметрии нужна любая вещественная функция, но вы с помощью констант можете загнать ее между нулем и единицей. с помощью умножения на маленькую константу и прибавления там, допустим, одной второй. Так. Очень хорошо. Таким образом получается, что носитель любой крайней точки это множество асимметрии алгебры А. Ну, тогда получается то, что интеграл g д ню. Где g — это вот наша функция. Он тоже равняется нулю, потому что на множество асимметрии g совпадает с некоторой функцией из А. Все специально так задумано. Итак, получается, что интеграл g д ню равняется нулю для любой крайней точки. Значит, это для любой выпукой комбинации крайних точек. Значит, это для любой точки из замыкания выпукых комбинаций. Потому что это относительно ню — это непрерывно. Но тогда по теме Крейна-Мильмана для любой вообще меры ИСП. Итак, значит, интеграл g д ню равен нулю для любой крайней точки. А значит, из выпуклости и непрерывности получаем, что и темы Крейна-Мильмана получаем, что для всего компакта P. Ну, мы договаривались, что это не так. Что не для любой. Ну, противоречия. Так. Когда-то надо делать перерыв. Вот сейчас, мне кажется, вообще нормально. 12, 0, 5. Давайте сейчас сделаем перерыв. Следующее, что мы рассмотрим, это RTIM о делении нескольких мер. Вот что у вас есть. Пусть у вас А — это сигма-алгебра на Х. Так. И пусть у вас есть несколько мер на один мюр Н. Неатомарные меры на А. Неатомарные — это, напомню, значит, что любое множество положительной меры содержит подможество меры строго меньше, и при этом все равно положительной. Сейчас, может быть, надо сказать, что вероятностные. Да, давайте конечные. конечные неатомарные меры, да, вещественно-значные теперь. Так. И мы положим, что вы хотите найти какое-то множество, которое, например, делит каждую из этих мер пополам. Или не пополам, а в данном отношении. То есть вы для каждого множества Е считаете мю 1 от Е и так далее мю Н от Е, где Е из А из А из А. Вот. Вы можете посчитать такой вектор, и вы хотите найти Е так, чтобы вектор принимал заданные значения. Ну, вот, например, чтобы каждая мера делилась пополам. Даже для одной меры не очень понятно, какие значения вы можете получить. Не знаю, вам доказывали, может быть, то, что если у вас мера неатомарная, то есть множество любой, например, заданной меры. Это уже не совсем очевидно. Ну, потому что вы там можете какие-то кусочки отделять, а как набрать именно ровно столько, сколько надо. Ну, вот, мы докажем, что даже для нескольких мер единственная причина, почему у вас этой точки не существует, она может быть в том, что какая-то линейная комбинация этих штук будет, ну, например, нет, ну, какие могут быть причины, чтобы эта штука не равнялась альфа 1 и так далее, альфа n, где альфа и это фиксированные вещественные числа. Ну, вот, если мы это знаем, то мы знаем, можем рассмотреть линейную комбинацию с какими-то коэффициентами вещественными и получить, что c1 мю 1 плюс cn мю n от e равняется c1 альфа 1 плюс cn альфа n. Ну, если, например, эта мера не отрицательна, а эта вещь отрицательна, то такого и не бывает. А если мера c1 мю 1 плюс cn мю n не отрицательна, но правая часть отрицательна, это, естественно, является препятствием. Так не может быть. вот теорема говорит, что это единственное препятствие, которое бывает. Это теорема. значит, циорема. она говорит следующее, то, что множество таких векторов мю 1 от e, мю n от e от e. так, сколько скобок нужно еще? Ну, вот здесь вот e из a, а здесь нужно какую-то скобку. Ладно, короче, вы поняли. Вот такое множество, как множество таких векторов, выпуклый компакт. Что? Значит, мю 1 от e и так далее, мю n от e. То есть мы рассматриваем, ну, вот это здесь переписано, короче, множество таких векторов, по всем e. Это выпуклый компакт. Ну, теперь, если у вас одна мера, то это получается просто тогда отрезок между нулем и мерой всего. И получается тогда, что все промежуточные значения принимаются. Ну, да, меры мю, они не обязательно не отрицательные, то есть там не между нулем и мерой всего, а между нулем и вариацией меры от всего. Давайте понимаем, вещественные значения меры со знаком. давайте поймем, как раз этого следует, какое может быть устроено препятствие. Вот если точка А, как ее назвал, альфа-1 и так далее, альфа-Н в этом компакте не лежит, то она отделяется от него гиперплоскостью, да, то есть существуют С1, СН, такие, что С1, альфа-1 плюс СН, альфа-Н, ну и еще что-то там, типа П, да, может быть я забыл еще один параметр, существуют С1 и так далее СН и П, такие, что С1, альфа-1 плюс СН, альфа-Н плюс П допустим, меньше либо равно нуля, а С1 мю-1 от Е плюс СН мю-Н от Е плюс П оно больше нуля, для любого Е ну вот если вы теперь левую часть минимизируете по Е, то это что будет такое? это будет С1 мю-1 плюс СН мю-Н с минусом, отрицательная часть вот этого заряда от всего пространства х, от всего пространства То есть, вот эта штука с минусом от х она получается больше больше чем минус П а С1 альфа-1 плюс СН альфа-Н она не больше чем минус П значит, вот такая получается такое получается условие немножко более навороченное чем это да, в качестве П выступал ноль а, да, может быть еще П ну и это наверное по делу то есть неверно, что всегда хватает только нуля ну, пока я не понимаю почему верно ну, нет, это вообще неверно, конечно, может быть вообще никакая их линейная комбинация не является не отрицательной да, скажем, представьте себе что у них не пересекающиеся носители и каждая на своем носителе является мерой со знаком тогда не отрицательной не будет никакая линейная комбинация вот, поэтому это условие конечно по делу так, ну хорошо вот, да, так что полный список препятствий такой ну хорошо давайте короче доказывать итак то, что множество таких значений это выпуклый компакт что мы рассмотрим мы рассмотрим множество функций же да, во-первых заметим, что все наши меры они имеют плотность относительно одной и той же меры причем уже именно меры настоящей положительной да, именно меры ню это будет сумма модуль мюрита и все наши меры мюриты они по ней абсолютно непрерывны и стало быть имеют плотность да, ну да, хорошо ну и сумма модулей плотностей равна единице так хорошо мы рассмотрим пространство L-бесконечность по мере ню будем на него смотреть как на пространство сопряженное к L-1 по мере ню мы знаем да, что сопряженное к L-1 это L-бесконечность знаем мне кажется мы проходили такое что сопряженное к L-P это L-Q да, сопряженное к L-1 это L-бесконечность сопряженное к L-бесконечность не пойми что хорошо так и мы рассмотрим здесь вот в этом множестве видите как только у нас это сопряженное пространство там сразу ограниченные замкнутые множества слабо компактные мы там рассмотрим множество в нем содержится множество которое я назову K множество G таких что 0 не больше G не больше единицы ну это будет естественно компакт ну это просто на самом деле сдвиг наверное единичного шара значит G это функция измеримая по мере NU просто какая-то или что ну значит это множество всех функций которые измеримы по мере NU и принимают значение от 0 до 1 ну естественно NU почти всюду да это множество таких функций G да и для каждой такой функции G я рассмотрю такое да K это да выпук естественно компакт ну как я уже сказал это просто шар с центром в точке 1 2 для каждой функции из K я рассмотрю такой вектор где значит такой вектор значит я рассмотрю отображение из K в R N вот такое которое функции G сопоставляет интеграл G сейчас я скажу Dμ1 интеграл G Dμn сейчас я что-то подумал сейчас что K надо так сейчас надо не перепутать L1 или бесконечность сейчас секунду K это множество таких функций оно слабо компактно в L бесконечность хорошо K содержится в замкнутом единичном шаре хорошо значит оно слабо компактно так да и так теперь значит для каждого G я посчитаю вот это так ну хорошо не ну вроде все нормально да ладно может я заиспугался так хорошо вот рассмотрю такое отображение я хочу сказать что оно непрерывное так значит это мы сказали что выпуклый компакт я хочу сказать что это непрерывное отображение ну почему это так ну надо про каждую координату понять что она непрерывна да ну интеграл G D μ1 значит он должен быть непрерывным относительно G это интеграл G умножить на Dμ1 по Dμ Dμ ну ν не отрицательно да на Dμ вот эта штука она принадлежит L1 по ν ну потому что мера μ1 конечная ну или даже можно так сказать что мера ν конечная это не больше единицы всегда ну поэтому действие G на эту функцию ZL1 это действие линейного функционала на вектор оно непрерывно вот в слабой снизу топология так это отображение непрерывное так ну и получается что его образ это будет compact Vrn и кроме того ясное дело выпуквый да потому что это линейное отображение линейное образ выпуквого множество выпуквый а не определенный образ compact compact поэтому это выпуквый compact Vrn Vrn теперь я утверждаю что это выпуквый compact Vrn он на самом деле совпадает с вот этим множеством ну и тем самым оно является выпуквым compact так как я это буду доказывать я вот рассмотрю любую точку Vrn в этом компакте P значит P1 и так далее Pn и я рассмотрю множество функций G которые реализуют именно эту точку то есть я рассмотрю множество G из K таких что интегра G равняется P1 так это прообраз точки под действием вот этого отображения ну стало это тоже выпуклый compact Vk это множество содержится Vk оно в нем замкнуто и выпукло по очевидным причинам Vk а раз оно замкнуто и выпукло и Vk значит у него есть крайние точки теперь я рассмотрю в этом множестве здесь я рассмотрю крайнюю точку крайнюю точку ну то есть она будет соответствовать какой-то функции G с ноликом я хочу сказать что это крайняя точка G с ноликом это будет характеристическая функция некоторого множества если я это пойму что же с ноликом это характеристическая функция множества то тогда я получу что P это это интеграл демиуи от этого множества то есть имеет такой вид так я хочу чтобы G и была характеристической функцией множества G G G с ноликом да ну идея это очень простая надо сказать что если G не является характеристической функцией множества то мы можем G представить в виде полусуммы двух функций с такими же интегралами кажется это очевидно что-то много все говорил в итоге все очевидно но действительно предположим что же с ноликом не является характеристической функцией множества ну то есть не совпадает с ней почти всюду помню ню ну тогда существует такое эпсалон больше нуля что ню от тех х для которых эпсалон меньше G с ноликом меньше один минус эпсалон положительное так правильно так ну теперь я хочу сказать что тогда на вот этом множестве мы можем построить ню от него положительно значит тогда я хочу рассмотреть функцию h это множество как-нибудь давайте его назовем называть это всегда очень сложно какой буквы у нас не было еще значит это оно содержится в по смыслу оно в x содержится давайте назовем его y вот значит рассмотрим функцию h на y такую что модуль h меньше эпсалон на y и интеграл по y h d мюита равняется нулю вот вот это такая функция h конечно существует потому что у нас пространство всех функций на y ну это множество положительные меры у нас меры неатомарные поэтому там есть очень много функций линейно независимых поэтому мы можем выбрать там если у нас n линейных уравнений здесь мы можем выбрать n плюс одну линейно независимую и какая-то их линейная комбинация будет и какая-то нитриально линейная комбинация буду удовлетворять этим n уравнением чтобы удовлетворить n уравнением легко у нас пространство бесконечно мерное поэтому мы такую функцию найдем ну и дальше умножим ее на маленький коэффициент чтобы модуль был меньше эпселон так ну оно бесконечно мерное потому что там даже для меры мю1 вы можете найти очень много множеств не пересекающихся положительных мер и много раз отделяя ну не нулевой меры но тогда такая мера там тоже будет не нулевая и характеристические функции этих множеств будут линейно независимы так хорошо такую функцию мы найдем но тогда мы можем рассмотреть такие функции как же с ноликом плюс-минус h уже на x они заметим удовлетворяют вот этим условиям потому что я h подбирал так чтобы прибавление h не меняло этих интегралов ну и h у нас было не торжественный ноль на y поэтому эти функции не равны же с ноликом ну вроде все получились противоречия потому что это была крайняя точка она получилась полусуммой таких точек поскольку модуль h меньше epsilon то вот эти функции они снова от нуля до единицы потому что же с ноликом такая аж такая ну что еще вам сказать ну все вроде противоречия поэтому крайняя точка соответствует именно множеству а не функции это вообще частое явление и поэтому этот выпукли компакт он совпадает с этим и так получается что вот такая как это называется вектор назначенная мера область ее значений это всегда некоторый выпукли компакт то есть причина почему там не лежать она вот такая вот только может быть так следующее приложение о котором я хотел сказать относится к комплексному анализу так к комплексному анализу я честно говоря не знаю что вы знаете из комплексного анализа вы например знаете что такое произведение бляшки это хорошо а знаете ли вы про хорошо что вы знаете про произведение бляшки что внутренняя функция это произведение бляшки это вы знаете Ну, сейчас, что если у вас функция Давайте так скажу Значит, если у вас функция равна единице на По модулю равна единице на окружности И непрерывно вплоть до границы И аналитично в круге Вот, знаете, как такие функции устроены? Знаете, да? Ага, хорошо Так, значит Хорошо, может быть, вы еще знаете Тему братьев-лисов Про то Как устроены Значит, какие Сейчас, да Про то, как устроены Меры Аннулирующие Следы На окружности Аналитических функций Ну, то что Ну, ладно Хорошо, тогда Так, и тема гир-глотца Вы, говорите, тоже не знаете Про то, как устроены функции Отображающие Круг-полуклоскость, да? Ну, давайте тогда Начнем с темы гир-глотца Я боюсь, что сегодня Успею только ее сформулировать Так, значит Вот смотрите Так, значит Вот у вас есть Круг Вы хотите отобразить Верху В правую Вещественная часть Больше нуля В верхнюю полуклоскость Вот Значит, ну как устроены Да, такие Значит, такие Вы смотрите Отображение F Чтобы Сейчас, значит Здесь вещественная часть Нет, не в верхнюю В правую Извините Да, я хочу, чтобы 0 Переходил в 1 Вот Вещественная часть Больше нуля Это правая полуклоскости Не в верхняя Что-то у меня Это Да Значит Хочу, чтобы у меня 0 переходил в 1 F от нуля Равнялась в единице Так, ну и все Наверное, да Вот Вот такие функции Как они устроены Ну Можете довольно много Таких придумать функций Например Которая Значит Вы берете точку На окружности Омега И рассматриваете Такое отображение Z Переводит Омега Минус Z Делить на омега Плюс Z Давайте прикинем Ноль у вас Ноль у вас Переходят в единицу Округ у вас Переходят в правую полуплоскость Да или нет Значит Давайте посмотрим Куда у вас Переходят окружность Значит окружность Должна переходить В мнимую ось Потому что На окружности Омега Минус Z Это омега Плюс Z Ортогональная Значит Это частное Мнимое Значит Круг переходит В какую-то Полуплоскость Но раз 0 Переходят в единицу То в правую Вот Хорошо Такие отображения У вас есть Значит Сема Гиргоцца Говорит Что любое отображение Это есть их смесь Что любое Любое такое отображение Из круга в правую полуплоскость Непрерывная Вплоть до границы Сейчас я подумаю Про непрерывность Вплоть до границы Нет Наверное Это что-то лишнее Да Потому что В точке Минус омега Там проблемы возникнут Да Непрерывность Не нужна Вот А просто любое Такое отображение Оно имеет Такой вид То что f от z Равняется Интеграу Там от минус Пи до пи Ну Интеграу На самом деле По окружности Я пишу его просто Как вещественный E в степени Тета Минус z Делить на E в степени Тета Плюс z Дмю От тета Где мю Некоторая Вероятностная Боррелевская Мера На Окружности Ну В данном случае Если от тета То на минус Пи Ну вот Почему я рассматриваю Отображение Из круга В полуплоскость А не в круг Потому что Отображение В полуплоскость Можно складывать И они будут Снова в полуплоскость А отображение В круг Нельзя Их правда Можно умножать Но вы Знаете Что Сложение Лучше Умножение Потому что Делить на 2 Проще Чем извлекать Квадратный Корень Короче Поэтому Проще Изучать Отображение Из круга В полуплоскость Они образуют Соответственно Выпуклый Конус И Грубо говоря Это теорема Это теорема То что Любое отображение Имеет такой вид Утверждает Что Крайними точками Этого конуса Являются Вот такие Отображения Которые На полуплоскость А Любое другое По ним Раскладывается Мы Еще не Обсуждали Уточнение Глубокого Темы Крайна Мильмана Темы Шаке О том Что Ну вот В конечномерном Случае Если у вас Точка лежит Упуклой оболочке Она является Упуклой комбинацией Да Ну причем По теме Крайна Мильмана И даже Не слишком Большого числа Точек А В бесконечномерном Случа Что является Аналогом Этого Но В качестве Упуклой комбинации Должен фигуировать Интеграл По некоторой Мере Ну И Соответственно Такая версия Темы Крайна Мильмана Она должна Была утверждать Что Любая Точка Упуклого Компакта Представляется Как интеграл По некоторой Мере От крайних Точек Ну Тут Правда Возникает Вопрос Что такое Интеграл Со значениями В локальном Упуклом Пространстве Ну Короче Там Какие-то Вопросы Возникают Да и Главное Почему Это вообще Так Даже Если Мы Интеграл Смысл Придадим Это не Очень Сложно Это Когда у вас Большой Запас Линейных Функционалов Вы можете Интеграл Понимать Просто так Что вы Подставляете Линейный Функционал Во все И у вас Получается Скалярный Интеграл Ну Мы Похожим Образом Подходили К спектральной Мере Например Это Тема Шаке Мы ее Пока Не Изучали Здесь Мы Не Будем Использовать Будем Немножко По-другому Рассуждать Ну Боюсь Что доказать Я сегодня Уже Не Успею Давайте Да Осталась Одна Минута Давайте Тогда Это Отсложим До Следующего Раза Другие Приложения Банных Функционального Анализа Комплексного Анализа Тоже В следующий Раз